Здравствуйте, девчата. Кто к нам подключается? Наверное, это друг Ирина к нам подключилась. Это так радостно. Так, ну потихонечку. Всех с четвергом, и нас, и вас. Давайте мы сейчас буквально подождем несколько секундочек, нам подключатся девчата еще. А мы с вами поговорим о том, что мы сегодня будем делать. Что мы сегодня будем делать? Немножко меньше не делается. Почему? Итак, всем здравствуйте. Сегодня у нас четверг. Уже начало апреля. Весна. И именно потому, что у нас уже весна в полном разгаре. На связи Ростов-на-Дону. У нас уже все зеленеет, теплеет. Мы сегодня встречаемся с вами, как обычно, четверг, два часа дня. И будем делать дизайны, которые, ну как бы я считаю, что они такие весенние-весенние. Весеннее такое настроение. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну это, знаете, так модно говорить. Я тоже так говорю. На самом деле, все время стесняюсь повторять одно и то же. Значит так, на связи с вами сегодня девчат Ростов-на-Дону. Меня зовут Наташа Коклюгина. Я инструктор в школе Екатерина Мирошниченко в городе Ростов-на-Дону. И, как всегда, в четверг мы проводим с вами прямой эфир, на котором обсуждаем какие-нибудь несложные дизайны. Каждый раз мы с вами обсуждаем, конечно же, вновь появившиеся гель-лаки, которые вышли в компании Эйми, и декорации. Ну, сегодня в моем задании напомнить всем о том, что у нас есть замечательный, давайте вот так вот, набор гель-лаков в таких розовых, красивых, розовых, весенних оттенках. Сенсейшн. Оп. Вот так вот. Сенсейшн. Это такая вот красивучая коробочка розового цвета. Розовые цвета. И здесь у нас шесть оттенков красивых розовых оттенков. Значит, начинаются номера с 381-го, заканчиваются 386-м номером. Значит, мы уже неоднократно делали с этими гель-лаками дизайны. Ну, и сегодня будет не исключение. У меня тут буквально вот попалась планшетка в руки. Я, конечно, не помню по числам, но мы уже делали с этими цветами шикарные ноготочки. Добрый день. Рада вас слышать. А я рада вас вот тут вот читать, Лиля. Спасибо. Добрый вечер. Добрый... Так прикольно. Добрый вечер. Так. Добрый день. Так. Вот я вот сейчас на секундочку уберу эти цвета, девчат. Мы уже в прямых эфирах делали. Вот видите, нижняя строчечка. И именно вот из этих гель-лаков, которые мы сегодня же будем делать, видите, очень красивые градиенты получаются. Сегодня мы тоже сделаем градиент, потому что будет прикольно смотреться. Вот. Здесь мы тоже как бы работали с пластинами для стемпинга. Гель-лаки. Видите, вот эта вот строчечка. То есть уже неоднократно мы делали дизайны с такими вариантами. С такими вариантами гель-лаков. Ну, и сегодня продолжим тему этих же красивучих розовых оттенков. Итак, коллекция гель-лаков Sensation с 381 номера по 386 номер. Конечно, всем мы задействовать не сможем в рамках нашего прямого эфира. Ну, а какие-то сможем. Значит, ну, кроме гель-лаков. Ой, у вас дизайн о ноготочках. Да, у меня вот тут вот тоже мы... Пластина, которая входит в набор аффирмации. Наборчик такой с пластинкой. Там такие словечки всякие такие вот типа про любовь, про дружбу и все такое. Делая коррекцию, напечатали любовь, мечта и все такое. Ну, короче, чтобы все это было. Ну, по крайней мере, надеюсь. А вот. Оно есть вроде как, но хочется же еще больше. Так. Значит, гель-лаки из коллекции Sensation. И в моем задании, конечно же, нужно было в дизайнах обязательно задействовать пластины для стемпинга. Новенькие пластины, которые вышли у нас в работе для мастеров. Значит, три пластины. Три пластины. Значит, я тут даже вот специально оставила три, а сама положила, да, четыре штуки. Вот они. Повторилось. Так, значит, смотрите. Пластина для стемпинга цветы и узоры. Значит, ну, те, кто давно знаком с продукцией Эми, мастера, которые работают давно, как бы, и знакомы со всеми декорациями, которые выходили ранее. У нас был такой замечательный курс, ну, какое-то время назад. Даже страшно самой себе признаться, сколько лет прошло. Был такой замечательный курс Nail Crust. Вот, дай бог здоровья Екатерина Николаевна, которая придумала однажды, сделать дизайн выпуклым и перед этим приклеить какой-то слайдер, на котором будет рисунок. И по рисунку слайдера на готовой поверхности ноготочка повторить дизайн, да? И то есть даже не просто повторить, не просто его раскрасить как разукрашку, а сделать его объемным. И вот эти слайдеры нашли как раз-таки свое повторение вот в пластине, которая будет называться «Цветы и узоры». И здесь как раз-таки самые популярные орнаменты с тех слайдеров, которые теперь можно как бы, ну, употреблять, скажем так, вечно. Вот, и красивая вот сеточка. Вот, например, представьте ноготочек, нарисовали белый френч, а около кутикулы взяли и сделали вот такой красивый узор, видимо, сеточки. Значит, сюда же вошли в эту пластину цветы, которые мы, девчат, рисовали на курсе «Трафаретная акварель». Тоже был такой курс у нас. Он, в принципе, и сейчас есть, и он есть у нас в онлайн формате, можно его купить и сделать. То есть как раз-таки, если нету слайдеров, то вот эта пластина вам в помощь, потому что все цветы, которые есть в курсе онлайн «Трафаретная акварель», как раз-таки все цвета, вот и все цветочки, простите, не цвета, а именно все цветочки повторились на этой пластине. То есть здесь совместился на этой пластине и «Трафаретная акварель», одноименное название есть вот в онлайне, да, и «Нейл Круст». «Нейл Круст» тоже есть такой курс, его многие проходят, вот, и, значит, там вот обязательно, теперь не обязательно, чтобы были слайдеры, достаточно купить пластины и пройти этот курс целиком. Так, итак, пластина «Цветы и узоры». Еще одна пластина, которая вышла, «Символы» называется, ну, очень мне нравится, ну, вот, как бы, в силу своего возраста, например, вот эти значки, как бы, например, мне, например, не сильно зашли, но вот эта часть пластины, конечно, прикольная, вот этот крупный шрифт классно смотрится, такие вот буквы, да, всякие бабочки, такой машинописный какой-то такой, как из журналов, да, текст, дырки наши пресловутые, очень прикольная тема, как бы, очень круто смотрится, мы сейчас с ними, как бы, и сделаем варианты в парочку. Так, ну, и вариант «Ботаника», тоже был такой, слайдеры были такие цветные, вот, были такие шармиконы-наклеечки, вот, тоже повторилось, да, и наклейки, которые, как бы, приклеивались в виде цветочков, тоже наверняка, вы знаете, те, кто вот работал с декорациями от Эми, то есть, как бы, есть слайдеры, да, вот, прям вот в виде вот таких вот цветочков, то есть, можно сделать и белыми, и черными, и вообще любыми цветными, вот, значит, и тема повторилась, вот эти всяких листиков, бабочек, там, вот, видите, вот такие ветки очень прикольные, кстати, попробовала, тоже с ними получилось, это то, что я хочу показать сегодня, видите, вот эти вот веточки красиво смотрятся под золотом, вот, значит, три пластинки, и так, ну, мы, конечно, попробуем задействовать, да, как бы, хотя бы одну из них, но задействуем, а может и пару, ну, одну-то точно, вот эту возьмем, мне нравится вот с этим крупным шрифтом, очень прикольно смотрятся вот с этими буквами, так, ну, и декорации, декорации, которые я вот уже очень много раз их показывала, их всего четыре, слайдеров мне нравятся, это последние, с клубничками, клубничный джем, лесная природа с такими вот цветочками, пчелками, вишневый цвет, акварельные эскизы, классные идеи, то есть, их можно добавлять куда угодно, каким угодно цветам, и сегодня будет не исключение, и так, значит, возьмем пару типсиков, раз-два, прикрепим их на какие-нибудь типсики, самое удивительное, что я их подготовила, растерялась, не знаю, куда сейчас, а, все, нашла, мне нравится вот так вот, на палочке, ноги на подставочке, да, работают, раз-два, так, добрый день, я сейчас пока глаза подняла, Наташа, так, Наташа, покажите, пожалуйста, как сделать с золотом, да, как раз мы сейчас это и сделаем, всем приветик, у меня стемпинг не выходит, рисунок нечеткий, ну, вот, Майя, у нас мы, например, делаем, если делаем, как бы, технику стемпинг, можно сделать лаком, лаковой краской, да, а можно сделать эмпуастой, эмпастой у всех все получается, потому что эмпаста ж не высыхает быстро на воздухе, а если вы дело имеете все-таки с какой-то лаковой краской, с лаком, то тогда нужно, конечно же, делать очень быстро, так, ну что, поехали, значит, для одного варианта мы с вами сделаем прямо вот один цвет, нанесем на поверхность ногтевой пластины, и все, сейчас, секундочку, и возьму какой-нибудь сейчас цвет такой, вот, давайте, светленький, 386 возьму, и полностью нанесу на ногтевую пластину, так, полностью, ну, понятно, что на клиентах делаете два слоя, два тонких слоя, первый слой просушиваете 30 секунд, потом второй слой просушиваете 30 секунд, сейчас, в принципе, на типсе, чтобы время сэкономить, можно, в принципе, обойтись и одним слоем, все распределила равномерно по ногтевой пластине, и просушиваем в лампе 30 секунд, так, а второй вариант я предлагаю сделать с градиентом, да, будет очень интересно смотреться, давайте возьмем какой-нибудь цвет потемней, а второй цвет возьмем светленький, ну, например, этот же, да, и я даже, вот, сделаю, вот, как бы, на одну часть, да, ногтевой пластины, только на половиночку градиент, а вторую половинку мы просто закроем одним цветом, будет очень симпатично смотреться, то есть не на весь ноготь, а на половиночку ноготочку, так, градиент мы, конечно, будем делать кисточкой для градиента, и перед началом работы, девчат, я обычно кисточку, любую кисточку, неважно, для покрытия или для рисования, промываю в капельке базы, промыли хорошенечко, и вытираем салфеточкой, вот, видите, все, грязь убралась с кисточки, да, которая на ней была, ну, на ней был тот же гель-лак, который мы сейчас будем делать градиент, потому что я же готовилась к прямому эфиру, девчат, я обычно сделаю вот так, значит, очень много сейчас роликов публикуют, выходят в прямой эфир, очень много мастеров, очень классные идеи показывают, я очень старый мастер, и я не делаю с акриловой пудрой, то есть я просто смешиваю два цвета посерединочке, и потом просто натягиваю верхний цвет на нижний цвет, ну, по крайней мере, мне так удобно, и я считаю, что каждый мастер все равно найдет какое-то свое решение, как ему лучше сделать, так, аккуратненько подмешали серединочку, кисть какая сподняла глаза, это кисточка амбре номер 4, она у нас одна единственная, в Эмме никаких других кисточек для градиента, для амбре нет, она вот одна единственная четверочка, так, и мы с вами аккуратненько натягиваем верхний цвет на нижний, вот так аккуратно, не пропуская ни миллиметра, туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже, я уже очень много раз, значит, в прямом эфире показывала градиент, и это только первый слой, первый слой мы должны добиться плавного перехода цвета, чтобы не было резкой границы между одним цветом и другим, и какой можно сделать вывод в данный момент, вот я сейчас посмотрела на свой градиент, и все-таки мне нужно темного цвета нанести чуть-чуть поменьше, то есть во втором слой я нанесу чуть меньше количества темного цвета и чуть больше количества светлого цвета, мне хочется, чтобы кончик остался более светлым, просушиваем 30 секунд, а пока возвращаемся к нашему первому варианту, и возьмем, девчат, капельку черного гель-лака, я вот так вот на стекляшечку положу, капельку, мне много не надо, и вот таким вот образом, посерединочке, вот так аккуратно, кисточкой прямо сначала из флакона, а потом кончик кисточки для градиента смочу в капельки черного гель-лака, и сделаю, ну, более что ли, вот этот мазок более аккуратным, на самом деле, вот я взяла черный цвет, а можно было взять любой цвет, не обязательно, ну, с любым розовым черный сочетается очень симпатично, хотя можно было бы из той же коллекции темности, что-то я и не подумала, на контрасте хотела сыграть, чтобы было хорошо видно, ну, пусть будет вот так, просушиваем, а пока сохнет наш этот второй вариантик, да, возвращаемся к нашему градиенту, и делаем еще раз то же самое, и только теперь уже все свои пожелания себе, да, я, конечно же, подправлю, то есть 388-й цвет, 382-й, прошу прощения, нанесу чуть поменьше, слой должен быть однозначно очень тонким, очень тоненький, и второй цвет, 386-й в нашем случае, да, видите, тоже слой тоненький, но территориально он теперь прям занимает большую часть ногтевой пластины, смешиваем два цвета между собой, девчат, я обычно беру чуть-чуть к верхнему, как бы прикасаясь, примерно к серединочке, и вот таким вот образом сверху вниз, сверху вниз аккуратненько смешиваю два цвета между собой, так, здравствуйте, про кисть сказали, присоединилась к трассе, так, Татьяна, добрый вечер из Братска, о, боже, каждый раз Братск, Иркутск, это, знаете, как заживое задевает, я безумно люблю Иркутск, особенно микрорайон Зеленый, и жителей микрорайона Зеленый, потому что я там прожила, ну, большое количество времени, там, наверное, случились все основные события моей жизни, и веселые, и не очень, но, тем не менее, ездить туда очень сильно люблю, вообще, ну, Иркутск, мой любимый город, и люди, в котором в нём живут, я тоже безмерно люблю, так, все, девчат, пока мы делали градиент, вспомнили про Иркутск, так, и аккуратненько, все, выровняли, просушиваем, просушиваем, и вот теперь, девчат, ну, такой момент, я думаю, что даже многие знают, как это делать, видите, вот очень красивый получается рисунок с золотом, ну, золото, это не что иное, как пигмент, пигмент, ну, я не знаю, я просто покопалась и нашла, смотрите, вот у нас, у меня тут в классе нашёлся, вот, 168-й пигмент, он такой, видите, золотой, перламутровый, пигмент, это как порошок, да, не пыль, которая сыпется, а вот прям вот, которая растирается, которая пачкается, есть ещё вот такой был, я вот сейчас не очень уверена, если в магазине, ну, по крайней мере, надо просто посмотреть, я уверена, что у всех есть что-то похожее, знаете, как вот раньше там говорили, жидкая фольга там, или ещё что-то такое, пигменты, видите, то есть такой вот золотой порошок, и был такой серебряный порошок, у многих такая металлическая, втирка получалась, это то, что похоже вот на, прям на порошок, на порошок, вот смотрите, если вот так вот положить, и вот так растереть, видите, пачкается, видите, такая мелкая-мелкая-мелкая пыль, очень многие мастера, например, на гель отпечатывают фольгу, а там, где фольга не отпечаталась, потом затирает нечто подобным, каким-то пигментом, золотистым, или серебристым, и тогда получается отпечатывание фольги очень идеальное, так вот, можно вот такой вот мелкий пигмент сейчас взять, как раз в работу, возьму который поблестящий, да, 199-й, так, и девчат, мы, конечно же, будем пользоваться пластиной, и будем на пластину наносить гель, у нас есть замечательный слайдер-топ, тоже многие его знают, это такой топ с липким слоем, грубо говоря, и вот уже на топ с липким слоем я буду втирать пигмент, то есть я буду отпечатывать рисунок с пластины, с помощью топа, на который потом буду втирать пигмент, но так как пигменты могут запросто затереться в любой липкий слой, перед этим, конечно же, нам нужно покрыть поверхность, ну, в нашем случае, это будет топ без липкого слоя Т-класс, топ без липкого слоя Т-класс, может быть, у вас как-то по-другому называется, то есть это гель-лак, да, который не имеет остаточной липкости, остаточной липкости, остаточной липкости, вот, смотрите, открутила, Т-класс, Т-класс, так, и мы с вами покрываем тоненьким слоем, так, давайте, из-под телефона сейчас, ага, все, тонкий, очень-очень-очень тонкий слой, девчата, просушить нужно будет это минутку, а лучше две, просушиваем, а пока, девчат, вернулись к нашей типсе, который, добрый день, из Анапы, здравствуйте, здравствуйте, из Крыма, Феодосия, благодарю за применение, спасибо большое, Настя Бородина, привет из Питера, привет, девчат, ой, как приятно, так, градиент мы сделали, но со второй половинки, я предлагаю все-таки светленький цвет нанести, давайте, тот цвет, который мы наносили для градиента, у нас он здесь вот здесь вот ляжет, на самом деле, можно взять цвет какой-нибудь потемнее, ну, не принципиально, важно, просто хочу потом туда прикрепить клубничку, и поэтому будет очень красиво смотреться, можно и клубничку, можно и вишенку, и она, кстати, будет очень хорошо сочетаться с нашим фоном, так, аккуратненько покрываем, ну, так же получается, да, в два слоя, если получится, конечно, плотно сейчас в один слой положить, можно будет и один слой оставить, так, просушиваю, а пока первая типса у нас, конечно, просыхает, девчат, сохнет, высыхает, и мне нужен будет бафик, и сейчас самое со своими местами дотянусь до бафика, так, все, сели бафик, достали, так, и я просто продублирую еще разочек, как раз постараюсь по границе, вот так вот поровнее, если не получится сильно ровно, ничего страшного, у нас же есть миллион всяких наклеечек, шермикончиков, которые могут нам спрятать нашу не очень ровную границу, просушиваем, девчат, и точно так же, как и в первом варианте, берем топ-текласс, ну, в нашем случае это топ-текласс, да, может быть у вас какой-то другой топ без липкого слоя, и покрываем ноготочек полностью, полностью, покрываем, натекласс кисточки, так, тонким-тонким-тонким слоем, просушиваем, лучше минуту, нет, хорошо бы минуту, а лучше даже две минуты, здравствуйте, привет, и так, это мы прочитали, всем доброго времени суток из Екатеринбурга, ой, спасибо за прямый эфир, сейчас пока сохнет типсики, а мне нужно, чтобы они просохли хорошо, чтобы, не дай бог, не опозориться, мы с вами сейчас рассматриваем вариант, который вот так вот золотом сделан, да, и вот здесь вот золотишко добавлено, и вот здесь золотишко добавлено, по одному и тому же принципу, так, нам потребуется бафик 100 на 180, ну, может быть у кого-то есть какой-нибудь более жесткий баф, так, и поверхность просушенного текласса, мы должны с вами бафиком забафить, сделать таким образом, чтобы поверхность стала не глянцевой, а матовой, и постарайтесь не пропустить нигде ничего, потому что пигмент может запросто втереться, даже в просушенный текласс, потому как пигменты, как правило, втирают в топы без липкости, я сейчас пока с экрана уберусь, чтобы не махать бафиком у вас перед глазами, вот так, за экраном сейчас вот так вот, за камерой забафим поверхность, видно, девчат, продолжаю бафить, делаю поверхность матовой, запилила хорошенечко, чтобы у меня все четко, хочу, чтобы пигмент только в рисунок, который я отпечатаю, попал, поэтому хорошенечко-хорошенечко поверхность забафили, и второй вариант, точно так же, взяли бафик и забафили, просто пока с экрана убрала тип, чтобы перед глазами у вас не махать, аккуратненько, со всех сторон, особенно там, где вот у нас градиент, чтобы пигмент не остался нигде, только попал в рисунок, ну все, забафила, даже типсик почти слез тут, с липучечки, и так, любое цветное покрытие, девчат, это мы конкретно сейчас взяли гирлаки из коллекции Сенсейшн, а вообще, любое цветное покрытие, если вы хотите сделать, ну как бы, на каком-нибудь покрытии сделать рисунок, в который вы хотите втереть пигмент, то лучше всего любое цветное покрытие просушить, закрыть топом без остаточной липкости, просушить минуту, а лучше две, и дальше уже взять бафик и забафить поверхность, пыль, которая осталась после бафика, вытираем с помощью обезжиривателя, все, вытираем, чтобы была чистая, сухая поверхность, а вот теперь, девчат, все очень просто, мы будем отпечатывать рисунок с помощью, ну в нашем случае, это слайдер топ, ну на самом деле, можно воспользоваться любым топом с липким слоем, или, можно в принципе, взять любую гель-лак, который вы точно знаете, что классная дисперсионная пленка, и можно даже гель-лаком попробовать такой вариант сделать, ну я исхожу чисто из тех соображений, что слайдер топ, это же все-таки гель-лак, правильно, не гелевая краска, не импаста, а именно гель-лак, поэтому я думаю, что в принципе, можно попробовать, то есть какой-нибудь нанести топ с хорошей липкостью, да, ну база, не знаю, база она более жиже идет, но ведь есть же другие базы, там допустим, медиум база и так далее, но я думаю, что у базы будет очень жирная дисперсия, поэтому она к этому все-таки не очень хорошо подойдет, а мне кажется, вот слайдер топ, это самый оптимальный вариант, итак, мы берем с вами пластину, да, возьмем вот такую, я тут оставила, так красиво в пакетиках, обрезала, чтобы аккуратно было, так, возьмем, например, вот этот крупный, да, шрифт, видите, разбросанные буковки, и вот такой вот вариант, например, возьмем, итак, значит, что нам нужно, конечно же, нам нужно взять пластинку в руки, да, которая будет снимать излишки, излишки, я пользуюсь карточкой вообще, знаете, такая пластиковая, обыкновенная, очень тоненькая, она очень классно убирает все излишки, так, слайдер топ у меня есть, теперь мне нужна обязательно подушечка, да, для стемпинга, все, ой-ой-ой, это же вот это самая большая проблемка, когда кота выпадает, ну, можно сказать, что не проблема, чистенькая, прозрачненькая, так, и, 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 что мне еще нужно, пигмент мы возьмем, вот такой вот блестящий золотой, на самом деле, девчат, можно любым пигментом воспользоваться, есть у вас там какой-нибудь серебряный, золотой такой, который, не знаю, еще жидкой фольгой обзывали, в свое время, ну, а я взяла, это у меня просто вот тут в классе был, я нашла 199, вот такой вот, может у кого-то есть что-то подобное, не обязательно прям один в один, так, ну, и, в принципе, все, я готова, итак, что мы делаем, петочку рядом положу, я беру слайдер топ, девчат, на чистую пластиночку наношу слайдер топ, это не лак, да, поэтому ничего не случится, поэтому очень спокойненько распределила по пластиночке, и, естественно, излишечки все убрала, набираем на подушечку, с легким таким, скажем так, надавливанием, не быстро, спокойно, сейчас, наверное, будет не видно, но там вот прозрачные эти буковки, все у меня есть, и я отпечатываю их, как раз таки, на запиленную поверхность, буду стараться не выходить за рамки, так, ну вот видно, не видно, мне очень хорошо видно, на матовой поверхности, как раз то, что мы забафили, видны все вот эти буковки, которые слайдер топом я сейчас поставила, девчат, и просушиваю одну минуту, вот это одну минуту, очень важно, потому что слайдер топ, он с хорошей липкостью очень, вот, поэтому как бы надо, чтобы дисперсия стала такой, хорошо просушенной, тогда пигмент будет очень четко садиться туда, куда надо, так, ну и давайте вот такой вариант, с буквами всякими разными, давайте вот здесь, например, и так, я взяла слайдер топ, нанесла на пластиночку, можно прямо карточкой аккуратно распределить, вот прям слайдер топ, прям топ с липким слоем, распределила, убрала все лишнее, так, взяла чистую подушечку, все, я ее об скотч вытерла, набираем, спокойно, все, все буковки у меня там есть, видно, я думаю, что видно, вот я сейчас вижу через телефон, отпечатываем, стараюсь отпечатать там, где у меня черный след, оно сейчас будет хорошо прям видно, так вот на просвет, если посмотреть, просушиваем одну минуту, и теперь смотрите, девчат, просто берем пигментик, можно взять по большому счету любой пигмент, и какую-нибудь мягкую кисточку, ни спонжик, ни скрипси, какую-нибудь такую мягкую, видно, у меня вот такая есть старая кисточка, она распушилась, после того, как ее в обезжиривателе мыли, вот она становится такой вот пухлявой, не нужно, только не делайте так, не портите кисточки, можно взять какую-нибудь мягкую там, кисточку белка, там колонок какую-нибудь мягенькую, так, и вот начинаем аккуратненько втирать, втираете, 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 можете в разных направлениях, как бы стряхивая все, что не втерлось, так, и можно аккуратненько излишки убрать пальчиком, видно, вот они четко получаются, на кончике не хватает, надо какую-нибудь буковку сюда допечатать, это просто потому, что типсы довольно-таки крупные, все, видно, вот все четко, золотые буквы, просушиваем, обязательно просушиваем, сейчас нам допечатаем на кончике, и давайте здесь, даже на черном фоне, будет еще лучше видно, вот, буковки становятся золотыми, я воспользовалась топом с липким слоем, девчат, все в разных направлениях втираем, получается очень красиво, так ярко, естественно, там, где все мы забафили, естественно, туда пигмент не прилипает, просушиваем, давайте мне прям вот так и тянет сюда, что-нибудь отпечатать, вот все-таки на кончик, не могу прям, я сейчас возьму слайдер топ, какую-нибудь букву мне надо допечатать, прямо перчатку, вот так, так, лишний топик, вот так сверху убрали, две буковки набрали, две буковки набрали, так, сейчас, какой бы сюда, мне все равно, лишь бы вот этот кончик закрыть, сейчас я подсушу, так, ну, а теперь, девчат, дальше будет уже наноситься такой топ, да, смотря, что нам нужно, да, смотря, что мы хотим увидеть, ну, я, конечно же, должна у меня просто в моем задании сегодня воспользоваться новыми декорациями, ну, и как раз-таки вот эти вот слайдеры очень прикольно дополнят мою картинку, мне еще нравится с предыдущих слайдеров, есть слайдер с бабочками, сейчас я покажу вам, с бабочками, яркие бабочки тоже, видите, много с ними разделала варианта дизайна, можно прикольно на один какую-нибудь бабочку прилепить, а на второй, например, какую-нибудь клубничку, да, сейчас, так, это у нас готово, хотя можно и так перекрыть, согласитесь, что можно и так покрыть, и так будет красиво, я вот тут на кончик какую-то обрукодабру допечатала, видите, и получилось все доделанное, так, все, есть такое дело, ну, а теперь давайте быстренько что-нибудь сюда прикрепим, доделаем, давайте вот на один вариант какую-нибудь бабочку прицепим, я не против, у меня вот так вот, давайте вот так вот с краешку вырежу, так, все, что у нас на бумажных носителях, это все слайдеры, конечно же, слайдеры размачиваются в водичке, тут у меня вот есть рояль в кустах, вот, салфетка мокрая лежит в коробочке, так, тут будет у нас бабочка, да и все, и больше ничего не нужно будет, а на втором варианте сделаем с клубничкой, да, хотя у меня с клубничкой, в принципе, есть вот такой вариант, смотрите, вот с клубничкой, да, можно вот на одном пальчике целиком сделать, на одном пальчике вот так, наполовинку, можно клубничку, можно попробовать вишенку прицепить, сейчас попробуем, примерим что-нибудь, сейчас, 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 вишенки достану можно попробовать да можно и без вишенка сделать сейчас вишенку вырезу вы вырежем вырежем так давайте две крупненькие чтобы их видно было хорошо так вот видно вишенку сделаем вариант с клубничками у вас будет еще будет вариант с клубничками так 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 за эфиры спасибо тут вопрос так и неонными пигментами получится градиент к примеру да конечно получится фон не должен быть темный хорошо бы когда фон светлый белый вообще на белом фоне лучше всего неоновые пигменты смотрятся правильно же вот поэтому как бы если фон будет светлый то конечно же получится только обязательно обязательно нужно любое цветное покрытие перекрыть топом без остаточной липкости и забафить добрый день а если покрыть матовым топом пигмент втираем и он втирается в топ нужно бафить я так понимаю все равно вот смотрите мариана у нас вот например наш топ вельветовый топ да вельвет называется матовый топ он он как резиновый он как каучуковый он не не как стекло и поэтому конечно же лучше забафить но если бафить матовый топ толстым слоем ложится как правило все равно толще чем любой глянцевый топ поэтому я считаю что рациональнее было бы все-таки покрыть топом без остаточной липкости вот нашем случае это текло забафить его и тогда уже сто процентов наверняка пигмент не вотрется нигде кроме того рисунка который вы нанесете бафить нужно только нужно только где нам не нужны пигменты или весь ноготь смотрите если вы где-то не забафить и пигмент он такой коварный он может прилипнуть в то место где вы не забафили поэтому я бы рекомендовала забафить весь ноготь забафить весь ноготь и обязательно обезжирить убрать пыль которая осталась после бафика так но мы с вами продолжаем можно еще взять какую-нибудь надпись да там черри типа но вдруг кто-то не знаешь решили тут вишню прицепить мало того что вишню прицепим так еще и подпишем так ну все вот так видно на мокрую салфетку положила так это все убираем ну теперь девчат значит смотрите имеет смысл отделить вот эту часть до который мы с вами сделали отделить эту часть ну как бы разделить ноготь на две части правильно же поэтому можно взять какой-нибудь шармикон очень люблю вот эти шармиконы полосками есть черные полоски золотые серебряные белые ну я считаю что золотые всегда очень выигрышно смотрятся до дорого-богато вот а какой-нибудь даже тоненькой небольшой линии предварительно никакой обработки нам не нужно потому что во первых ну как бы нужно вернуться к истории обычно наклеечки мы рекомендуем приклеивать на том без остаточной липкости как раз таки на теклос а в данном случае теклос есть еще и забафили поверхность идеально ровная получилось поэтому можно запросто шармикончик приклеить прямо сверху до никакой предварительной подготовки не нужно будет обрезаем ненужное обязательно если шармикон торчит со стороны свободного краешка нужно обязательно убрать излишки чтобы ни в коем случае шармикончик и наклеечка не торчали за пределу за пределами ногтевой пластины так но теперь прикрепляем наши вишни девчат если у вас нету слайдер топа его можно купить если у вас слайдер топа нету то тогда можно воспользоваться просто жидкой базы и нанести перед слайдером перед переводной картинка которая вас лежит водички просто нанести жидкую базу тоненько тоненько да и поверхность выровняется видите за кисточкой пигмент не тянется прекрасно стоит шикарно так у меня вот тут маленькая какая-то проблемка сейчас я уберу приклеивала видимо от пальца загнулся кончик так слайдер топ нанесли тонким слоем просушиваем девчат я слушаю 10-15 секунд то есть не нужно пересушивать ни в коем случае слайдер топ он вообще как любой гель-лак сохнет в течение 30 секунд до высыхает а вот чтобы слайдер который вы прикрепляете к этой поверхности мол можно было подвинуть сдвинуть раздвинуть натянуть вот тогда я слайдер топ немножко не досушиваю но если вы пользуетесь не слайдер топом а базой дата базу немножко не досушиваю 10-15 секунд сушу а потом прикрепляю слайдер и уже потом досушиваю тогда его потом уже нельзя будет сдвинуть с места так давайте я возьму эту надпись сначала кстати кто-то прям подушкой да отпечатывает давайте попробуем сейчас возьму я вообще все руками ну динцет то у меня конечно есть могу сказать что я прям совсем бедный мастер но так привыкла все время все делать ногтями руками так взяла вот там наклеечку сейчас вот сюда наверх прикреплю прямо на полосочку вот так так а сюда вниз вишенки так берем вишенки вот взяла на подушечку видно вот там они лежат не зря же мы подписали что это место для вишенок так все прикрепили по цвету просто не очень классно сочетаются с гель-лаками которые вот именно в этой коллекции да сенсейшенс находятся и клубнички и вишенки так ну а здесь мы прикрепим бабусю ну не в прямом смысле этого слова а бабочку бабочку вот тут где-нибудь с краешку подсушим ой еще знаете я девчат если вдруг вот лаками же нужно очень быстро работать правильно же лаками у меня куда-то типсик делся если вы работаете с помощью лаков например ну и не зря же говорят что стемпинг нужно делать очень быстро а вот и например вы там где-то завушкались чуть-чуть отвлеклись на что-то и ставите вот с штампиком да уже набрали на подушечку рисунок ставить а он не отпечатывается девчат он от 5 и отпечатается сто процентов если вы возьмете и сверху топа сверху цветного покрытия нанесете ультра бондик или праймер мазнули чуть-чуть сверху на воздухе высыхает там полминутки все отпечатываете с подушечки то что было и шикарно будет отпечатываться это такой лайфхак мне тут однажды подсказали я так все время переживала что вечно за бушку с первого раза не получается так ну что видите у нас вот тут вот немножко золотого пигмента мы с вами тут и цвет сделали добавочный цвет и градиент и пигмент втирали в слайдер-топа слайдер-топ отпечатывали с помощью пластины для стемпинга добавили декорации но остается что нам конечно же обязательно девчат любые слайдеры обрабатываются праймером или ультрабондом обязательно потому что вы должны четко понимать что что такое слайдер то все такая пленочка до пленочка у которой нет дисперсии вот и для того чтобы было очень хорошее сцепление стопом вы напоминать наверх слайдера наносите ультрабондик все высыхает на воздухе и после этого закрываете топом давайте воспользуемся каким-нибудь глянцевым топом у нас это может быть тот же теклос теклос может выступать как промежуточный этап он может выступать как защитное покрытие он такой знаете это топ всех времен и народов это такой рабочая лошадка которую можно всегда и везде в любом случае вот и есть у нас ультрашайн вот его мы не наносим как промежуточный этап его мы используем только как верхнее покрытие потому что он стеклянный если вы не делаете укрепление базы если вы не укрепляете стрессовую зону если много такой остаются довольно таки мягкий после моделирования то ультрашай например нельзя наносить да он может просто треснуть на поверхности поэтому лучше воспользоваться теклосом но если вы делаете искусственные системы ну гелевую систему кригелевую систему если у вас такой жесткий каркас как бы ноготочка тогда вы запросто можете наносить ультрашай на поверхность если вы делаете хорошее моделирование базы потому что многие очень классно моделируют базы вообще на раз-два закрытыми глазами без опила и когда укрепленная хорошо стрессовая зона девчат конечно же запросто можно нанести ультрашай на такую поверхность а пока мы просто перекроем так я сейчас так переверну немножко с легким эффектом моделирование просушиваем девчат любой топ лучше просушить хорошо бы просушить минуту а лучше две да вот так сейчас мы наташа вот такая шутница я стараюсь быть серьезным на самом деле последнее время бафить нужно только там так это мы уже ответили по поводу шутни и шутницы спасибо не я уже взрослая же тетенька я стараюсь быть серьезной с каждого поледельника собираюсь стать все более и более серьезным человеком вот наталья все эти многослойные элементы в работе где-то записы где-то записывает или литература есть нет ксения это как бы у нас школа да в этой школе вот например я работаю уже 16 с половиной лет да у нас есть наш идейный вдохновитель екатерина николайна мирошниченко очень много за эти года было ей придумано очень много разных техник очень много разных техник таких которые повторили потом очень многие компании вот и у нас как бы есть вот дизайны которые мы асцентируем внимание на технических вопросах то есть есть выпускаются специальные гель-лаки да как для технических вопросов во что лучше втереть где топ без липкого слоя где топ с липким слоем то есть технические вопросы все это дело как бы делается для того чтобы мастерам было легче работать чтобы ты уже сделал дизайн и чтобы он действительно держался чтобы он стоял чтобы он никуда не делся понимаете вот и поэтому это все рождается в процессе работы в процессе занятий в процессе обучения и так далее очень много школ в стране эми дистрибуции работают дистрибуция работает вот очень много инструкторов работают те кто обучились вот в головном офисе да и работают в разных городах и когда что-то появляется новое какая-то новая техника девчат вы не поверите там со скоростью неделя-две обрастает таким количеством дизайном каждая техника что можно вот действительно просто иногда от этой скорости от этого качества насколько классная школа там в латвии например там дина зимина какая классная школа в нижнем новгороде в саран саранске в пензи новокузнецк в казахстане какая потрясающие девчонки работают ну короче там просто очень много дизайнов вот появляется какая-то техника потом очень много тут же придумывают инструктора вот и мы в прямых эфирах выдаем вот именно технические вопросы да конечно же существует 25 кадр рекламы каких-то товаров да но в данном случае мы с вами взяли в работу гель-лаки из коллекции sensation да то есть вот таких вот шесть чудеснейших розовых оттенков сейчас пытаюсь быстро их поставить в корзинку со всеми в прямом эфире сразу не сделаешь но и тем не менее вот такие вот прикольные цвета розовые а сейчас все-таки у нас весна апреля считаю что это самое лучшее решение вопросы продаются они вот так вот в коробочках есть по 6 миллилитров бутылочки есть по 9 миллилитров вот и выходит очень много всяких разных декораций которые позволяют делать дизайны мастер очень быстро ну а в прямых эфирах мы показываем как правило бы технически было это выполнить так я сейчас попытаюсь красота так ну на самом деле еще по поводу слоев хочется сказать на самом деле их тут не так и много цветное покрытие вы всегда делаете в два тонких слоя правильно же вот нанося допустим то без липкого слова вы его бафите тем самым истончаете все дальше рисунок и сверху декорация закрытая топом по большому счету это немного самое главное всегда говорим о том что все промежуточные этапы нужно делать очень тонко нанесли цвет тонко за счет цветного покрытия вы же не увеличиваете толщину ногтевой пластины вы укрепляете ноготь с помощью базы например да если говорим про гель-лак то есть уже без того укрепленная пластина она имеет конечно же уже какую-то толщину а дальше все наносится очень тонким слоем практически с продиранием поэтому все она смотрится очень тонко и красиво а вот про это не знал спасибо пожалуйста очень-очень красиво присоединяюсь к трансляции купила слайдеры с вишенками обязательно сделаем спасибо большое очень интересные уроки по поводу слайдеров с вишенками два наверное недели назад вот смотрите вот с цветочками с клубничками так вот медленно спокойненько видите вот с клубничками тут могут быть вишенки например хотел а вот смотрите вот с вишенками видите верхняя часть нога точка с градиентом нижний очистый цвет видите вот такая вот слайдер с вишенками с вишенки клубнички и так далее получается очень много красивых вариантов дизайнов причем вот мне очень нравится когда одна часть ноготочка только конкретный цвет, а верхняя часть с градиентом, видите, прикольно смотрится. А вот вообще банально смотрится. Но так классно, когда нету вот не навалено ничего, там сверху какая-то надпись, это может быть наклеечка, может быть какой-нибудь оттиск, да, с какой-нибудь пластинки в технике стемпинг, а снизу, например, видите, дегарация в виде клубнички, а может быть вишенки, да. Вот такие варианты тоже, они все есть на Ютьюбе, то есть выложены, и можно как бы ими воспользоваться. Сейчас вот свою коллекцию пополню еще вот этими вариантами, которые мы только что с вами сделали. Всегда суперские дизайны, большое спасибо. Девчат, спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. Следующая наша встреча состоится в четверг, но я думаю, что в следующий четверг у меня по семейным обстоятельствам меня не будет, а вот через четверг мы опять встретимся, опять в два часа дня, и мы опять сделаем с вами много рассмотр, большое количество вариантов дизайнов, я всегда делаю их много, но, конечно, в прямом эфире парочку вариантов мы сделаем. Всем удачи, всем весны, красоты, любви и побольше денежных клиентов. До свидания, девчат, всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова